Эй, всем привет! Я Сахаловский Александр, вы находитесь на моем канале. Сегодня будет такой мини-вложик, скажем так. Я расскажу вам, чем мы увлекались в 90-х годах. Вот в конце 90-х было много разных увлечений. Кто там любил велосипеды, кто катался на скейтах, кто в конце концов на самокатах колбасился. И были многие, кто что-то собирал. Вот, например, мой друг Дима, он собирал жуков разных, бабочек, там у него целая такая книжка была, где он это все засушил, и у него там, ну там, капец, там, как настоящий биолог, там у него их куча была. Вот. Мы же, например, с Андреем любили собирать вот такие наклейки. И я, кстати, не помню, что здесь. Я вот сейчас вместе с вами буду вспоминать, ностальгировать, что да как. Пакетик, ну, скажем, этому пакетику уже, ну, лет, наверное, если ты был 97-й, 20, да, ребят, 20 лет. Это капец. Этим наклейкам 20 лет уже. Вот, сейчас мы вместе посмотрим. Так, я тут гляну в глазе и дам. Хорошо. Ну, у меня даже остались карточки клубные с... такой был компьютерный клуб, Компус. Его держал отец моего друга Ильи. Вот, и там, берешь такую карточку, вот, на 30 минут, 30 минут, еще там, 2 часа. Вот. Тогда компьютеров, так как сейчас, вот у каждого дома не было, и мы вот в таких компьютерных клубах зависали, играли в Quake 2. Это было круто, на самом деле, реально круто. Это не то, что сейчас. Тогда мы прямо сидели в клубе, все вместе толпой, друг на друга орали, с ума сходили. В общем, реально было здорово. Действительно здорово. Вот. Так вот. Играли во многие игры, кстати, не только в Quake. Тогда Counter-Strike первый появился. Half-Life, кстати, вот Half-Life во второй мы резались просто. Это было что-то с чем-то. Действительно было круто. Ну, это такое, это ностальгия. Так вот, посмотрим наклейки, которые мы собирали. И была такая игра... О, я, кстати, вот мелкий совсем. Ха-ха-ха. Старые фотографии, куда нам изъяснилось. Так, чипсы люкс, ягуар. Ничего себе. Вот. Не знаю, это что-то современное. Вот наклейки. Вот. Чуть отодвинем. Вот такие вот котики были. Попадаем, не попадаем, попадаем. Вот. Была, кстати, такая игра, как мы так много нас собирали. Это ж невозможно наживать, там, за определенный период времени столько жвачек. Вот. Эта ж наклейка, это ж попадалось все в жвачках. Вот. Мы же играли в такую игру. В общем, два противника. Скидываемся по, там, две-три наклейки. И на камень, ножницы, бумага кто первый ударяет. Потом это все ложится на столик. Вот так вот. И ударяется. Хлопается. И они должны перевернуться. Все, что перевернулись, это все твои. Если не перевернулись, ударяет следующий. И так, кто больше. Были ребята, там, рисковые, вообще, по 10 штук, по 20, там такая пачка, там, бах, это все переворачивалось. Вот. Так вот, мы с Андреем настреляли довольно много их. Вот. У меня тут котиков много. Вот. Всяких разных. Вот. По две он. Вот. знак Зодиака. Ну-ка. Ага. Вот. Мортал Комбат. Хе-хе-хе. Все их братья. Низгуру. Китана. Люканг. Я не помню, кто это такой, вот этот вот чувак. Соня. Вот. Это что? Соня и Джонни Кейдж. Притом, две одинаковых, но смотрите, оттенки разные. Хе-хе. Все так по номерам. Вот. Вот. Принцесса Китана тоже. Вот. Люканг. Ну, этих я не помню, кто такие. Это уже было, ребят, это было 20 лет назад. Хе-хе. Когда это все собиралось. Вон. Какая-то подружка принца Гору, наверное. Ой, капец. Настолько ностальгия. У меня аж руки затряслись. Ужас. Ужас. Хе-хе-хе. Так. Ладно. Это Джекс, наверное. Да. Это Джекс с металлической рукой. Вон. По две. Саб-Зиро. Я не помню, кто. И этого не помню. Один из роботов. Каких-то механических. Вот. Скорпион и Саб-Зиро дерутся. Это все из фильма Мортал Комбат. Кентавр. Хе-хе. Опять робот какой-то. Это я не помню, что за малыш. Так. Это у нас вот этот же чувак. Это бог грома. Да. Это бог грома. Не помню, как его зовут. Но не суть важная. Я помню, что он делал. Так. Саб-Зиро. Вот. Еще один Саб-Зиро. Ой, беру Саб-Зиро. Это Скорпион оба. Вот еще раз Скорпион. Шан Цунг. Вот. Еле вспомнил, что это Шан Цунг. Это не помню, это не помню. Чувак. Не помню, блин. Соня с пушками. Это тут как бы вперемешку идут и сериальные герои, и те герои, которые были в фильме. Поэтому может быть там... Это Саб-Зиро, кстати. Вот. А эта девушка, если вы помните, кто это, это та девушка, которая играла в Терминаторе. Она была такой полужидкий, полутвердый металл такой. Она могла менять внешность, там, грудь увеличивать. Вот. А тогда она вот начала с фильма. Это один из первых ее фильмов. Эту девушку не помню. Вот. Пошли игровые приставочные герои. Вот. Соня. Не помню этих героев. Честно говоря, вот Джекс. Металлическими лапами. Киборг. Этот робот. Робот. Ну, это... Это же Люкэнг. Люканг. Люкэнг. Люкэнг. Черт кто знает, как правильно. Вот это... Вообще игрушка какая-то. Экшн-мен. Вот еще какие-то маги с драконами воюют. Лучник. Маг. Угу. Деньги. Разных стран. Вот. Интересно, это что такое? Лавиза только в наклейках. О! Сэма Принцесса Воин. Это ее подружка. Титаник, ребята. В Император. О! Вот это я помню. Эти жвачки были довольно вкусные. И вот такие монстры там попадались. Хе-хе-хе. Реально круто. X-Files. Когда я зародыш инопланетянина вытащила. Хе-хе-хе. Круто вообще. Вот я сам... Честно говоря, в супер ностальгии я уже сто лет этого не видел. Футбол. Район Малроуз. Хе-хе. 5X-Files. Самураи какие-то. О! Это были тогда еще последнего поколения, типа, рестлинг. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Прикольно. Так еще по номеркам разбито. Да. Здесь опять футбол. Честно говоря, футболом никогда не увлекался. Вот странная игра. Носятся 22 чувака туда-сюда за мячиком. Вообще. Это Беверли-Хиллз. Опять футбол. А это, кстати, перебивачка. То есть это как бы татушки такие. Наклеиваешь на руку. Сдираешь эту бумажку, наклеиваешь на руку. И... Водой сверху нужно поляпать. И оно тогда... Перебивалось на руку. Очень здорово, на самом деле. Они в таких патухах ходили толпами. Район Мэл Роуз. Я даже не помню каких-то всех героев. Вот опять рестлинг. Динозавры. Там вообще видно что-нибудь? О! Вот так вот даже они приклеились. Такие вот динозавры. Жан-Клод Ван Даун. О! Девчонки пошли. Капец, откуда они у меня взялись. Жесть. Притом это знаменитые модели плейбоя. Ничего себе. Дальше. Дальше были вот такие вот карточки. Эти карточки были на коробках. Вот я помню. Только вот я не помню, что это были за коробки. С чем это? Они были с конфетами. Какими-то целые упаковочки такие. Вот это мы отрывали. И собирали. Их тоже выигрывали. Вот опять же Mortal Kombat. Можно поближе дождать. Вот так вот. Вот так вот. Если бы они еще были подписаны, было бы вообще здорово. Так ничего не подписано. Непонятно кто это вообще. Что это за чуваки. Те, которых я знаю. А то должно. А тех, которых не знаю. Притом заметьте. Это абсолютно те же наклеи. А, я вспомнил, что это за коробки. Это были коробки с тех же наклеек. Сразу с ребятами, когда блоками покупали. Они по кругу были. И вот это отрывалось вот так вот по кругу. И получалась такая карточка. Вот. Точно, точно. Это коробки с теми же жвачками, в которых наклейки попадали. Только сразу их было видно. Вау! Бритни Спирс! Ничего себе! Вот этого я не помню. Кстати, какие-то такие огромные наклейки. Я не помню, чтобы я их собирал. Я, скорее всего, их свистнул у сестры. Там Бритни Спирс, Бритни Спирс одна. Наталья Орейро! Вау! Жесть! Опять Бритни Спирс. Прикольно. Ну, кстати, девчонки, вот они не играли в эти игры, как мы. Там такой озар. Кстати, вот в этих играх, когда что-то неправильно ты ударяешь, начинаются какие-то подозрения, что ты там мухлюешь. Там, смотрят, рука или сухая, или мокрая. Там, чтобы это все не прилипало. Вплоть до драк. Ничего себе! Это, по-моему, Салормон. Рикки Мартин. Да, это я, по ходу, у сестры здесь гонул. Потому что довольно странные какие-то наклейки. Вот! Вот такие вот наклеечки. Их тут куча, целая пачка. Реально. Упаковка. Сейчас я их сложу все в кучку. Вот. Времена были достаточно веселые. Сейчас вообще все по-другому. Все не так. Дети сейчас, кроме компьютеров, ничего не видят. И ничего не интересно. В общем, это довольно странно, ребят. Лучше, если у вас есть дети, вот как у меня. У меня два сына. Я их пытаюсь выгонять, короче. Забирать телефон. Надо, конечно, давать и на компьютере играть, само собой. То есть, что я, в принципе, и делаю. Но... Недолго. То есть, в день, там, может быть час, может быть полтора. И все. И дуйте играть в игрушки, собирать конструктор. Либо во двор. Вот сейчас они у меня достаточно подросли. Я их буду отправлять уже во двор. Чтобы они играли с ребятами в какой-то футбол. Чтобы можно было их уже оставить самих. А то бегать за ними тоже постоянно невозможно. Это реально просто. Ой, блин. Так вот. Забирайте у детей эти компьютеры. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы немножко забирайте. Потому что, ну, они реально деградируют за этими компьютерами. Они говорят только про одни драки. Про железяки. Про всякую ерунду, которая в играх. Про пушки, бомбы. Это как бы странно. Мы в свое время вот играли вплоть до того, что... Даже тогда, когда мы собирали эти наклейки, мы могли спокойно взять машины, модели автомобилей. И во дворе вот у нас во двор приезжал КАМАЗ огромный. Нам казалось, что он тогда вообще огромный. И он вот привозил, не знаю, по-моему, 7 или 10 тонн песка. Высыпал это все в песочницу. Вот. И мы там на этой горе уже строили целые города. Там вообще просто настолько круто было. Если бы это делалось сейчас, я бы это все на видео снимал бы. И как это все происходит. Там реально целые государства выстраивались. Могло быть на одной песочнице там несколько городов. То есть... Ну, вообще, было здорово. Домой чумазые приходили. Мамка люлей сразу шел в песке. Зато было круто. И несмотря на то, что... Мне тогда было, наверное, лет уже, наверное, 14. Мы все равно в песке играли. Мы играли с мячом. Мы играли в баскетбол, волейбол. Собирали наклейки. Мы лазили на деревьях. Современные дети, вот я смотрю во дворе, выходят с телефонами, сидят под подъездом на телефоне, что-то клацают. Грызутся за этот телефон. Довольно странно, но... Так уж повелось, что технологии не стоят на месте. И дети увлекаются технологиями быстрее, чем вот, допустим, вот такими вещами. Вот она, вот эта вот пачка. Вот. Много. Я не знаю, сколько здесь штук. Достаточно много. Я тогда выигрывал. И многие со мной пытались ссориться. Хотя, когда присутствовали на вот этих играх так называемые старшаки, те, кто были в старших классах, вот они смотрели, кто как правильно играет. И действительно, когда они находились рядом, было проще всего. Тогда вот эта вся малышня, они не выпендривались, не орали, что ты там мухлюешь. А уже как есть, так и есть. То, сколько выиграл, то все его. Вот. Так что, такие вот дела. Спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, чем вы увлекались в свое время. Может быть, что-то было еще, кроме жуков и наклеек. Вот. И я буду очень рад пообщаться на эту тему. Так что пишите. Обязательно ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Потому что, если не нажимаешь, что не приходят вам никакие сообщения о том, что я добавляю ролики. Вот. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр. Счастливо, ребята.